Здравствуйте! Вы смотрите программу Вовремя. С вами Татьяна Крачун и сегодня в выпуске. Некоторые предприятия республики на грани остановки. Правительство готово оказать поддержку при условии, что производство продолжит работу. Не ликвидировать, а избежать, что уже делается, чтобы минимизировать последствия ураганных ветров. Наш флагман в энергетике, молдавская ГРЭС, выстоявшая и в очень сложных условиях, отмечает полувековой юбилей. Пьяным водителям не место на дороге. ГАИ выступает за ужесточение наказания. Автолюбители поддерживают. 2 октября в Москве состоится брифинг президента Приднестровья Евгения Шевчука. Он будет посвящен социально-экономической и политической ситуации в республике. В частности, блокадным действиям, направленным на Приднестровье со стороны соседних государств. Мероприятие пройдет в этот четверг в 11 часов по московскому времени в пресс-центре Международного информационного агентства «Россия сегодня». Со второго квартала доходная часть бюджета снизилась на 30%. Из-за этого в июле правительство вынуждено было принять решение об уменьшении государственных функций и переходе на режим сокращенного рабочего времени. Сейчас показатели поступления в доход несколько улучшились, однако они по-прежнему не позволяют полностью обеспечить все социально защищенные статьи. Об этом говорили сегодня на заседании правительства. В работе принял участие глава государства. Для того, чтобы ежемесячно обеспечивать финансирование социально защищенных статей хотя бы на минимальном уровне, необходимо порядка 190 миллионов рублей. При этом поступления в бюджет гораздо меньше – в среднем 120 миллионов. Министр финансов рассказывает, сегодня только по социально защищенным статьям уже образовалась задолженность в 45 миллионов рублей. Если не брать финансирование остальных социально защищенных статей, то поступление в доходную часть республиканского бюджета позволяет обеспечить только расходы по заработной плате. При этом не будет возможности финансировать ни выплату социальных пенсий, пособий, ни содержание детских домов, ни расходы по питанию и по медикаментам. Чтобы обеспечить погашение задолженности, Минфин предложил продлить на месяц порядок, который был принят в июле. В правительстве инициативу поддержали. Таким образом, временный порядок финансирования расходов по оплате труда работников госбюджета сохранится до 1 ноября. Напомним, все задолженности по заработной плате за три летних месяца государство выплатило в полном объеме. Нужно еще было бы предоставить информацию о проведенной аналитической работе правительством по вопросу определения причин падения поступления налоговых платежей. То есть, где, в какой отрасли, на каких предприятиях есть такое существенное падение, которое создало эти условия невыполнения плана по доходам. Как по источнику прямых налогов, так и по источнику, которую мы привлекаем на погашение дефицита бюджета. И разбираться с этими конкретно примерами, фактами. Президент поручил в максимально сжатые сроки предоставить эту информацию. Говорили на заседании и о господдержке предприятий. Напомним, в рамках закона правительство имеет право устанавливать налоговые льготы, но при условии выполнения организациями определенных обязательств. Сегодня рассмотрели две заявки от завода «Молдавы Залит» и предприятия «Софтшуз». Предполагается реинвестирование чистой прибыли в полном объеме на развитие производства, прирост объемов производства и реализации на 1%, недопущение снижения среднесписочной численности и недопущение уменьшения ежемесячного фонда заработной платы. В общей сложности сумма государственной поддержки предприятий «Молдавы Залит» и «Софтшуз» составит чуть больше 3 миллионов рублей. Сюзанна Авакяна и Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал. Жилищный фонд республики на 96% готов к зиме. Об этом сегодня на заседании правительства говорил начальник госслужбы ЖКХ. Такой высокий показатель специалисты связывают с передачей инженерных коммуникаций на техническое обслуживание энергоснабжающих предприятий. Но, тем не менее, это не предусматривает капитального ремонта сетей. Эти работы должны обеспечивать местные администрации. Выполняют их только в столице, отметил Василий Власов. Техническое обслуживание не включает проведение капитальных работ. Мы об этом не раз говорили, что основной проблемой жилищного фонда у нас является это изношенность непосредственно внутридомовых инженерных коммуникаций, где мы практически капитальные работы не выполняли. Сейчас ведутся работы по промывке внутридомовых сетей, а также гидравлические испытания. До 15 октября все инженерные коммуникации должны быть готовы к отопительному сезону на 100%. Как коммунальные службы столицы справились с последствиями ураганных ветров на прошлой неделе? Что планируется сделать, чтобы избежать серьезных последствий в будущем? А также на каком этапе находится строительство нового участка дороги по улице 25 октября? Это основные вопросы аппаратного совещания в госадминистрации Террасполя. Сильный ветер на прошлой неделе доставил горожанам и столичным коммунальщикам немало хлопот. Два упавших дерева повредили три автомобиля. Кроме того, в некоторых домах ветками были выбиты стекла. Ликвидацией последствий стихии коммунальные службы Террасполя занимались на протяжении двух дней. В госадминистрации говорят, вычислить, какое дерево может упасть, не так уж просто. Трудно сказать, даже специалистам, в каком она в состоянии. Вегетирует зеленое, значит, считаем нормально. Как ни странно, вот упало вегетирующее нормальное зеленое дерево. Поэтому сейчас будет произведена комплексная проверка по городу. Во-первых, будут демонтированы сухие деревья, в первую очередь. Ну и дальше будут мониториться уже все остальные. А вот на улице 25 октября проблему опасных деревьев уже решили. При строительстве нового участка дороги почти все зеленые насаждения сохранили. Исключением стали только те, которые мешали проведению коммуникаций. В ночное время рабочие установили новые опоры троллейбусных линий. Сейчас дорожники ждут переноса проводов, чтобы начать подготовку участка к укладке нового дорожного полотна. На данный момент мы установили две опоры для контактной сети. Мы перенесли сооружения, которые находятся на троллейбусных опорах и на контактной сети, на те опоры. Закрепили троса. И в вечернее время будем проводить работу по освобождению второй опоры. И в среду будет демонтаж трех опор. Троллейбусы будут ездить, работы будут выполнены с минимальными уже отключениями контактной сети. В заключении коммунальщики обсудили еще одно немаловажное событие в жизни города – подготовку к празднованию Дня рождения столицы. Основные торжественные мероприятия запланированы на выходные и должны охватить все районы Террасполя. Александр Богатый, Александр Левицкий, Первый Приднестровский телеканал. В связи с ремонтом дороги по улице Межевой изменилась схема движения столичных маршрутных такси. Таких номеров, как 6, 11 и 4. Новый порядок движения будет действовать в течение двух недель. Движение общественного транспорта будет производиться по улице Христоботева. То есть маршрутные такси номер 6, 11 и номер 4 со стороны улицы Шутова будут на Кировске двигаться по улице Христоботева. Ремонт дороги по улице Межевой будет окончен к середине октября. Городские власти предлагают обратить внимание на изменения в маршруте общественного транспорта. Спасатели МЧС России приступили к демонтажу вагонеток на левом берегу Днестра. Это один из аварийно опасных элементов фуникулера. За время простоя канатной дороги они не раз падали на жилые дома. Всего предстоит снять около 60 вагонеток. О подробностях операции в нашем следующем сюжете. Михаил Чеботарь знает канатную дорогу до последнего винтика. Проработал здесь 25 лет, начиная от слесаря и заканчивая начальником фуникулера. С первых дней дядя Миша, так его называют спасатели, помогает отряду МЧС демонтировать металлоконструкцию. В первые дни, конечно, сердце немножко семило. Все-таки молодость прошла на этих горах, на этих опорах, на этих станциях. После 15 лет простоя, конечно, держать такую махину нецелесообразную, от ней можно ожидать, что все, что угодно было. И, с одной стороны, хорошо, что его демонтируют, потому что в 2000 году на берегу Днестра погибли двое пацанов, одному 13, одному 11 лет. Сейчас специалисты приступили к снятию вагонеток. За время простоя дороги они не раз падали на жилые дома. Вес одной вагонетки более тонны. Когда-то они скользили по воздушному мосту благодаря электроприводу. Во время демонтажа их передвигают с помощью КАМАЗа. Дело в том, что те объекты, которые мы работаем, то есть вагонетки, они заржавели. Механизмы отказывают. Вот сейчас мы как раз и наткнулись на отказ, который заставляет нас применять всякие сложные технические маневры с тросом, с подъемным краном, людьми, которые напрягаются там наверху. Это все не только тяжело физически, но и небезопасно. Всего спасателям отряда Центроспас МЧС России предстоит снять около 60 вагонеток на левом берегу Днестра. Все проржавевшие конструкции отправят на переработку на Молдавский металлургический завод. Александра Комплеева, Татьяна Семенюк и Алексей Минченко, Первый Пренестровский. Радио, телевидение, печатные интернет-издания – все это называют средством массовой информации. Медиаресурсы настолько плотно вошли в нашу жизнь, что подчас непросто разобраться, где говорят или пишут правду, а где откровенно лгут. Как закрыть путь для дезинформации, не ограничив доступ к информации? Об этом сегодня говорили на заседании общественной палаты. Мнение экспертов выслушал Станислав Стоянов. Потенциал медиаресурсов в странах Запада часто используют для достижения конкретных политических целей. За последние несколько лет масса примеров. Можно вспомнить переворот в Египте, где обрабатывали население при помощи социальных сетей, и смену власти на Украине. В соседней стране антироссийская пропаганда ведется не только в интернете, но и на телевидении, радио и в других средствах массовой информации. Чтобы не оказаться в списке стран, пострадавших от информационных войн, Приднестровью нужна своя концепция безопасности в медиапространстве. События на Украине нам показывают, что общепринятые европейские нормы журналистики потерпевают трансформацию, причем гигантскую трансформацию. Те, кто раньше нас учили, я подчеркиваю, что наши перенесовские журналисты, украинские журналисты учили о том, что надо давать обязательно две точки зрения, надо обязательно давать нейтральную точку зрения на тот или иной информационный повод. Сегодня абсолютно забыли об этом. Телевидение и радио в информационной войне играют важную, но не определяющую роль, отмечали на заседании. На первый план выходит интернет. Именно через различные социальные сети и форумы легче всего обрабатывать молодежь и детей. В данном случае правительству было предложение создания единого реестра сайтов. Там был разработан полностью механизм информирования, то есть вплоть до информирования от населения сайтов, которые, по мнению человека, который информирует, попадают под тот список запрещенных, скажем так, сайтов, имеющих информацию, которая считается негативной по соответствующим законодательным документам. На заседании отметили, речь не идет об ограничении доступа к определенным источникам информации, а о шагах, которые будут применяться в случае информационной угрозы. Этот механизм должен быть прописан в концепции. От виртуальных рисков перешли к угрозам здоровью приднестровцев. Закон о принудительном лечении больных туберкулезом с открытой формой не работает. Согласно ему, такие люди должны быть изолированы от общества на время лечения. Но в республике нет такого учреждения. Законодательные нормы есть, но они работают. Поэтому мы предлагаем или найти другие, или изменить законодательные нормы, сделать их такими, чтобы они работали, либо создать условия, чтобы работали эти законодательные нормы. Станислав Стоянов, Салават Шульху Лисламов, Первый Приднестровский телеканал. Молдавская ГРЭС отмечает золотой юбилей. 50 лет прошло со дня пуска первого энергоблока станции. Благодаря дружному и трудолюбивому коллективу предприятие продолжало работать и в тяжелые годы. Сегодня оно активно развивается, а сотрудники, включая ветеранов и молодых, отмечают полувековую памятную дату. 50 лет – для истории мгновение, а для человека – большая часть жизни. Филип Филиппович сегодня в числе тех, кто носит гордое звание ветерана Молдавской ГРЭС. В юбилей он вспоминает первые годы работы и технику, за которой проходили трудовые будни. Эта дата, считает ветеран, праздник одного большого коллектива. Это разнообразный комплекс работы. Он охватывает практически все области. И металлообработку, и электричество, и электронику, и химию. Ну, все. Практически все. И вот в этом все вместе выходит наружу электроэнергия, которую мы потребляем. С первых дней работы станция стала флагманом энергетики бывшего Советского Союза. Даже в тяжелые 90-е годы предприятие осталось на плаву, сохранив свой кадровый и технический потенциал. Перейдя рубеж веков, Молдавская ГРЭС вступила на новый этап развития, став частью крупнейшей энергетической компании России и мира – Интер-РАО. В значительной мере омолодился кадровый потенциал. Само предприятие укомплектовано современными инновационными технологиями и оборудованием. Проведенные в последние годы реконструкции и модернизации оборудования позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Огромное спасибо первостроителям, ветеранам, работникам Молдавской ГРЭС. Именно благодаря их труду и профессионализму вот уже 50 лет обеспечивается работа станции. Именно их стараниями вырабатываемая электроэнергия востребована и конкурентоспособна. Трудовые достижения коллектива Молдавской ГРЭС ещё в далёком 1971 году отметили Орденом Трудового Красного Знамени. За эти годы более 100 днестровских энергетиков были награждены орденами и медалями Советского Союза и Приднестровской Молдавской Республики. Вот и в золотую дату работники станции стали обладателями медалей за трудовую доблесть. А ГРЭС – Ордена Почёта. От имени президента и правительства Республики энергетиков поздравила Татьяна Туранская. Ваши общие усилия и весомый вклад, направленный на поддержание энергетической отрасли, будут и впредь способствовать улучшению экономической и социальной составляющей жизни Приднестровья. Столь праздничный день от всей души желаю вам, уважаемый Алексей Ростиславович, и всему трудовому коллективу ЗАО «Молдавская ГРЭС» добра и благополучия. Посетив музей Молдавской ГРЭС, председатель правительства Приднестровья оставила памятные слова в книге пожеланий. Дисциплина в классах и воспитатели в форме. 17 лет назад был создан республиканский приемник-распределитель для несовершеннолетних. Вот уже 10 лет учреждение именуется как средняя общеобразовательная школа закрытого типа РУВК имени Макаренко. Затем как проходит там учебный день, наблюдал Ярослав Богат. Обычный урок математики. За партами всего 4 мальчика. Два Саши и два Сережи. Шутят про себя. Куда ни встань между ними в классе, можно загадывать желание. Ломая голову над уравнениями, пытаются заслужить пятерки. За них ребят ждет награда – компьютерная игра по выходным. Я последнюю пятерку получу за математику, за уравнение, за задачу. А кем хочешь, Акадавр Ильич? Не знаю. Незнание своего будущего – основная проблема этих ребят. Большинство из них распределены сюда за воровство, бродяжничество или мелкое хулиганство. Обучение таких детей требует особого подхода. Задача педагогов – не только научить их в школьной программе, скорее заменить самых близких, подарить мечту. Часто это получается. Кабинет информатики в свободное время ненадолго превращается в компьютерный клуб. Кто-то становится гонщиком, кто-то общается по интернету с родственниками. Ваня играет за любимую футбольную команду. Он тоже оказался здесь, приступив закон. Но повторять свои ошибки в дальнейшем уже не хочет. Все мысли о футболе. Мне предложили поиграть. Я сначала не умела, но мне научили. И я с того дня выходим делаем уроки, плодничаем. И выходим играть в футбол до ужина. Хочу, чтобы в лесном зале выпустил. И выиграл сюда до футбола за нас. Любому ребенку нравится, когда с ним играют, когда с ним творят. Или даже те самые уроки, когда они подходят к воспитателю, который в суточном наряде. И делают домашнее задание, когда воспитатель им поможет, покажет, подскажет. Как все обычные дети дома, так у нас вечером тоже есть мама. Ну вот сейчас уже месяц заканчивается, первый месяц обучения. И они стремятся. Они с охотой выполняют домашнее задание. Они с охотой учат стихи. Когда сентябрь у школьного порога? Стихи учат тоже не просто так. Ребята репетируют именно стихами. Они планируют поздравить своих педагогов с предстоящим Днем Учителя. Мы хотя бы даем шанс этим детям посмотреть, как можно жить и к чему можно стремиться. Что есть нормальные условия питания, нормальные условия проживания. Пытаемся заменить им родителей, которым многим из них не хватало в жизни. Всего за 10-летний период со дня образования школы через нее прошли 177 ребят. Сейчас здесь обучается 23 ребенка от 11 до 14 лет. После несовершеннолетних либо возвращают родителям, либо распределяют в интернаты. Самое главное, говорят педагоги, не дать детям вновь вернуться в неблагополучную среду. Ярослав Богат, Александр Тыш, Первый Приднестровский телеканал. Количество любителей выпить, а после сесть за руль не уменьшается. Печальная статистика вынуждает сотрудников ГАИ задуматься о новых мерах наказания для нарушителей. О ситуации на дорогах республики Валентин Васильев. За 8 месяцев текущего года в Приднестровье зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то аварий стало меньше. Однако позитивная тенденция не радует сотрудников ГАИ. Говорят, количество летальных исходов все равно не уменьшается. 26 человек погибли, 161 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по количеству ДТП и по количеству раненых имеем небольшое снижение. Но по количеству погибших имеем увеличение на 4 человека. Причины дорожных бед все те же. Нарушение правил дорожного движения, превышение скорости и самое главное пьяные водители. С введением в действие нового административного кодекса ответственность лиц, садящихся за руль в нетрезвом состоянии, была ужесточена. Сегодня за попытку прокатиться под градусом можно лишиться водительских прав на 2 года и получить штраф. Если в дальнейшем ситуация не изменится, то Министерство внутренних дел оставляет за собой право выйти с законодательной инициативы об ужесточении мер административного воздействия за данный вид правонарушений. Своё мнение об ужесточении мер воздействия на такого рода нарушителей высказывают и сами автолюбители. По их словам, это одно из серьёзнейших преступлений, от которого зависят жизни окружающих. Лишение прав подольше и побольше штраф, потому что это вплоть даже если что-то кого-то повредил, то это прямо садить в тюрьму за это. Лишение прав. Может это жестоко, может это ещё как-то, но я считаю, это самое правильное. Вообще, лишение, оно пожизненно за алкогольное опьянение, потому что человек как таково один раз, если уже выпил, попался, заплатил штраф, он на этом не останавливается. Он будет нарушать, знает, что если есть деньги заплатил, в следующий раз опять заплатит и всё. К сведению, в некоторых странах, например в Японии или Германии, за управление автомобилем в нетрезвом виде можно попасть в тюрьму. А в Китае к самым злостным нарушителям этого правила применяют высшую меру наказания. Валентин Васильев, Иван Глухенький, Первый Приднестровский Самого главного не передать словами. Эти люди слышат всё сердцем. 28 сентября отмечают Всемирный день глухих. В республиканской специализированной школе-интернате почти 40 лет детям с различными нарушениями слуха успешно помогают не просто научиться понимать окружающий мир, но и общаться с ним. К празднику ученики интерната подготовили концерт, в котором не только танцевали, но даже и пели. Правда, по-своему. Диагноз «Глухота» Тане поставили в три года. Здесь, в интернате, девушка учится уже 10 лет и считается одной из лучших учениц. Меня зовут Анастасия, мне 17 лет. Далее, публикаю армию. Катя перешла сюда в пятом классе. Здесь ей подарили слуховой аппарат. Девочка любит русский язык и литературу и мечтает стать поваром. Мой зовут Катя, мне 11 лет. Я учусь в седьмой классе. Школа-интернат в Тирасполе появилась в 1976 году. Сейчас здесь обучаются 70 глухих детей от 2 до 17 лет. Стандартные школьные занятия совмещаются специальными, такими как ритмика, развитие песенной речи, занятие слухового восприятия, уроки с ордопедагогом. Работают с детьми более сотни квалифицированных педагогов, врачей и психологов. По окончанию интерната ребята получают аттестат о неполном среднем образовании. Практически 100% наших выпускников и поступают, и трудоустраиваются. Это Кишиневское ПТУ, это Херсонский стоматологический техникум. Они прекрасно осваивают профессию обувщика, закройщика. Очень многие дети живут за границей, создают семьи и успешно социализируются. Недавно на базе интерната был открыт уникальный центр, где уже в трехдневном возрасте малышу могут поставить диагноз. Также, благодаря поддержке спонсоров, интернат имеет возможность абсолютно бесплатно помогать в протезировании всем жителям Приднестровья. Мы выезжаем до Басары, 1 мая, Стнистровск, где мы можем на дому, в домашних условиях проверить слух. Потому что мы оказываем помощь слухопротезированию не только детям, но и людям пошилового возраста, участникам, пенсионерам и так далее. Каждый год здания интерната облагораживают и делают более уютными. Например, в этом году удалось заменить все окна в спальном корпусе, отремонтировать две лестничные площадки. Также, благодаря сотрудникам, новый вид приобрела. Пятая дошкольная группа и второй этаж одного из корпусов. Анна Шерпул, Денис Гуляев, 1-й Приднестровский телеканал. В Государственном театре драмы и комедии имени Аронецка начался новый сезон, юбилейный 45-й. По традиции его открывала последняя премьера прошлого сезона. Это лирическая комедия «Тот самый Мюнхгаузен». Тишина в зале, заново споднят. Но на сцене вместо авантюриста Мюнхгаузена – артисты. Они читают стихи и не сразу понимают, что в этих рифмованных строках – главные правила театральной жизни. «Играя роль, выдумывай, твори, отстраняйся и вживайся в образ. Отрепетируй смерть и зазубри, чтобы в крике был естественным твой голос». В маленьком прологе, так актеры назвали эту зарисовку, задействованы 17 человек. Такой была первая труппа, которую в 69-м привезла Надежда Аронецкая – основатель театра и по совместительству его первый руководитель. «Нам дали это здание, помещение, совершенно пустое, в котором не было даже иголочки и ниточки. Мы вошли на сцену, положили на нее цветы и поклялись служить верой правду театру». Годы спустя, в преддверии 95-й годовщины со дня рождения великого режиссера, на сцене театра снова цветы. В ее честь. И вновь в зале гаснет свет. Появляется человек в плаще и с флейтой. Зритель понимает – это тот самый Мюнхгаузен. История знаменитого барона началась. Авантюрист, который летал на пушечном ядре, объявил войну Англии и даже побывал на Луне. В расписании дня этого героя всегда есть место подвигу. Вот только окружающие в рассказы Мюнхгаузена не верят. «Барону – место в тюрьме или в лечебнице?» Впрочем, не все упрекают барона в инфантильности. На подвиги и приключения его вдохновляет возлюбленная Марта. «Мне кажется, каждая женщина должна быть такой. Ради своего мужчины она должна пойти на все. Хотя она ошибается очень много раз, но тем не менее, она все равно остается преданной ему до конца». Знакомство с Шекспиром, переписка с Сократом, открытие 32 мая. Мюнхгаузен уверен, все это правда. Зритель сомневается, но соглашается с бароном. «Очень классный спектакль. Нам понравился. У нас дети даже расплакались. И сами чуть не плачем. Это очень интересно». «Я в полном восторге просто. Мне очень понравилось. Мне все понравилось. Понравилась постановка сама, понравилось все, как они сделали. Очень понравился, конечно, Дмитрий Ахмадьев в главной роли. Просто великолепно». «Любого персонажа, и этого в частности, нужно играть так. В общем, не врать. И если это получается, то это большая победа». Постановка Анатолия Стрельникова открыла новый сезон. Юбилейный. Для зрителя он будет полон сюрпризов, говорят в театре. «Уже репетируются новые спектакли. Два уже в работе. Планируем еще. Я не хочу просто открывать заранее завесу. Театральные люди, они всегда немножко циверны. Поэтому я скажу так, что мы работаем». По словам Ирины Панасенко, первые премьеры ждут театралов уже в ноябре. Ирина Полесик, Алексей Двоенкин. Первый Приднестровский. Это были главные новости на сегодня. Об этих событиях и не только вы можете узнать на сайте нашего телеканала. А прямо сейчас о погоде на завтра. Субтитры создавал DimaTorzok В Сухуми облачно с прояснениями, временами дождь, ночью и днем 21. В нашей республике по сообщению Гидрометцентра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. Атмосферное давление высокое. Температура воздуха по северу республики ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Днем 21-23 со знаком плюс. В столице ночью от плюс 6, плюс 8 градусов. Днем плюс 22, плюс 24. В последующие сутки погода без осадков, понижение дневной температуры. Спонсор метеовыпуска – сеть магазинов бытовой техники «Хайтек». Интернет-магазин «Хайтек-МД». Это супермаркет электроники и бытовой техники у вас дома. Огромный ассортимент и удобная оплата. Выбирайте. И мы доставим технику бесплатно прямо к вам домой. В нашем магазине действует скидка 5%. Интернет-магазин «Хайтек-МД». Отличный вариант для тех, кто экономит свое время и деньги. Таким был этот день. Хорошего вечера. Будьте в курсе первыми с Первым Приднестровским. Продолжение следует.